Шалом! Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю. Привет из города Саки. Прямо сейчас вот я выезжаю из этого города в Ялту. И большое спасибо, дорогие друзья, за внимание, за молитвы ваши. Спасибо, говорю вам, тем из вас, что в эти дни молили за эту поездку. В общем-то, сегодняшнее служение, воскресное служение в Ялте завершает собой вот эту мою двухнедельную поездку по Украине. Именно большая часть находился я здесь, в Крыму. Сейчас я вот в городе Саки, который известен своим таким мертвым морем украинским, знаете ли, этим соленым озером. Курортное место и, в общем-то, здесь церковь, школа Христа, где вчера проходило богослужение, я проповедовал. Я думаю, некоторые из вас уже в курсе. И вы сможете посмотреть, в ближайшее же время я постараюсь разместить материалы, которые писались на видео во время служения. И вы сможете и посмотреть, и скачать, и прочее. И оставить свои комментарии. Я очень благодарен Богу за тех из вас, дорогие христиане, кто молился в эти дни, православные, протестанты, католики, потому что писали мне разные христиане и пишут очень разные христиане. Это видео, я думаю, разместить в разных социальных сетях и на Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru. Там, где сейчас, в общем-то, распространяется информационное такое поле реформации православной церкви. Потому как реформация начинается с информации. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. И все через него начало быть. И сегодня через нашего Бога информационно распространяется как раз и реформаторское православное служение. Я прошу ваших молитв, дорогие друзья, я немного спешу, извиняюсь, потому что уже скоро автобус подъезжает, и мы должны будем всей командой уезжать. Вместе со мной, кстати, отец Юрий. Он сейчас где-то, видимо, собирается. От него тоже привет вам всем. И здесь, в Крыму, я надеюсь, в ближайшее время Господь поднимет много. Не только епископа Виталия, вот как у нас сейчас есть епископ Виталий Колесников, который, кстати, сейчас не в Крыму, уже давно не в Крыму, но он крымский также епископ у нас. А потом служитель и отец Юрий, священник Украинской Реформаторской Православной Церкви, священник Юрий Провкин, который сейчас трудится здесь в Крыму. Но это очень малое, конечно, еще начало, потому как мы нуждаемся в сотнях священнослужителей здесь по полуострову, как и по всей Украине, в общем-то. Нужно очень много сегодня делателей. Но самое главное, даже не в количестве, но в качестве. Потому как сегодня мы нуждаемся в новом поколении священнослужителей, православных священников, которые будут нести Слово Божьи людям. И указывая на Иисуса Христа, не на Матери Иисуса Христа, не на других умерших святых или ангелов. Я говорил об этом на служении вчерашнем. Подчеркну это не раз. И я думаю, что сегодня это время настало. Слава Богу! Вообще, эта поездка начала 2019 года, поездка по Украине, поездка в Днепропетровск, Иван Франковский, вот здесь в Крыму, я думаю, очень много мне самому открыло, показало. И, конечно же, этот год, как я уже говорил ранее, объявлен мною, как епископом церкви, для нашей церкви, украинской реформаторской православной церкви, годом поверженного дракона. И я думаю, неспроста, что год поверженного дракона начался именно с поездки сюда, в Крым. И я думаю, что здесь дракон в змеи тренинг будет повержен, и, в общем-то, ему недолго осталось. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Ну, дорогие друзья, сегодня завершается поездка. Я выезжаю сегодня вечером уже в Россию, Симферополя. Прошу ваших молитв, продолжения ваших молитв, всем партнерам, молитвенным партнерам. Большой привет, где бы вы ни были, сейчас в Израиле, в Грузии, в Украине, в России, в Молдове, в Румынии, в разных странах, в Америке. Всем вам привет передаю и благословение, слава Богу. Я думаю, будем на связи. Я буду стараться уже, также, после этой поездки, тоже быть на связи и стараться и на скайпе, и здесь вот на Ютубе выставляться. Слава Богу! Пусть Бог благословит вас, шалом, мир Божий, благословений Божьих каждому из вас, мир вашему дому. Аминь. И до встречи на земле и на небесах.